Не так давно мы снимали для вас ролик про тренды в аксессуарах и спросили вас, интересно ли научиться подбирать аксессуары под свои черты лица. Ну и вуаля! Исполняем ваши желания! Я Ольга Епифанова, канал Стильно, поехали! И сегодня мы снова в шоуруме Виктории Гузеевой, она же Виктория Голдерг. И как раз ей я позадаю вопросики каверзные, и мы с вами поймем, что же кому подходит. У нас у всех очень разные черты лица, разные масштабы и так далее. Вот как подобрать гармоничные украшения, чтобы они сочетались конкретно со мной, с тобой или с нашим зрителем, кто нас сегодня смотрит? Очень важно попасть в свой масштаб, в свои пропорции и привлечь внимание ровно к тем комплементарным красивым чертам в нашем лице, которые мы хотим выделить. Иногда мы хотим выделить губы, иногда мы хотим подчеркнуть красивый овал лица, иногда от чего-то хотим внимание отвлечь. Например, у кого-то может быть длинный нос. Это не плохо и не хорошо, это уникально и индивидуально, но мы можем его увеличить визуально и привлечь внимание исключительно к нему. Мы можем сделать так, что он будет абсолютно соразмерен и сумасштабен. И все мы это делаем с помощью правильно подобранных по пропорциям и форме аксессуаров. Мне кажется, эта тема заслуживает лайка. Ставьте сразу, чтобы потом не забыть. Вик, с чего лучше начать? Параметров много в лице. Что самое главное, на что мы в первую очередь обращаем внимание? Стоит точно понять свою геометрию. Что это значит? Мы давайте посмотрим в зеркало, а мы друг на друга и поймем, каков наш овал лица. Как вы знаете, лицо по золотому сечению идеальное. Это овал. Далее и визажисты, и парикмахеры, и стилисты, и мы тоже стремимся к тому, чтобы создать идеально гармоничный овал с помощью разных ухищрений. С помощью серег мы делаем это тоже. Сейчас расскажу, как. Если лицо имеет четко выраженную или не четко выраженную квадратную форму, то мы не будем его дополнять круглыми формами. Потому что это будет настолько контрастно в форме лица, что форма лица станет грубее. Поэтому, когда и если есть такое строение, мы будем подбирать сереги больше на мочку уха, крупнее на мочку уха и квадратный. Если лицо более прямоугольное, прямоугольные формы. Потому что глаз и подсознание мгновенно считывает и ищет пропорцию и повторение. А мы можем показать на конкретных примерах, что бы подошло к квадратному и прямоугольному типу лица? Конечно. Вот посмотрите. В данном случае это просто геометрические формы, геометрия. Она всегда смотрится стильно. Которую можно вписывать в образы, если у нас черты лица, квадратный или прямоугольный. Я бы советовала что-то вот такое, если черты лица корпулентно выглядят. Подскажи, пожалуйста, что такое корпулентно, чтобы нашим зрителям не пришлось лезть в Википедию? Корпулентный. Это фактурно крупный, не маленький. Ну, я, например, можно сказать, что корпулентно. Сейчас я покажу серьги для овала лица, квадрат и прямоугольник. Если, когда и если лицо квадратное, мы выбираем квадратную форму. Она будет нас украшать. А когда лицо прямоугольное, мы выбираем форму больше прямоугольную. Когда у нас форма лица овал, то практически многие типы украшений будут подходить. Когда овал так прекрасен, как твой, Оля, мы можем носить любую форму сережек в любой зоне. Но, когда он уже не столь идеален, я вам покажу, что будет, если я надену неправильную форму, геометрию серьги. Вот что будет. Посмотрите, эта сережка делает мое лицо более острым, более активным по цвету. Но самое главное, что она не подчеркивает второй подбородок. Посмотрите сюда. Сережка легла расширяющейся частью в зону второго подбородка, который вот у меня, например, может быть выражен. Вот посмотрите, насколько моложе и свежее я буду вот в таком образе. Поэтому, если мы не хотим привлекать внимание, и у нас не идеальная линия подбородка, давайте выбирать. Возможно, не обязательно не длинный, наоборот. Длинная сережка, острая, посмотрите, что она сделает. Ну вот эта сережка будет еще немножко доминантной, да, немножко агрессивной, острая форма. Но она будет точно делать красивую линию подбородка. Представляете, насколько важно, да, особенно, ну, когда лицо прям совсем молодое, юное, понятно, там сложно испортить. И то, я видела такие примеры в своей жизни. Можно. А вот с возрастом уж тем более, да, если мы хотим подчеркнуть свою красоту, хотим выглядеть более подтянутыми, да, молодыми и так далее, то важно понимать и знать, что нас украшает. Это наше большое преимущество, что мы живем в век информации, и это все нам сейчас доступно. Что еще нам важно понимать? Это масштаб. И часто я с этим сталкиваюсь. Очень маленькие сережечки, будучи крупной, высокой дамой. Или какую-нибудь совсем такую небольшую. То получается, что дама-то остается такого же размера, как есть, а визуально кажется очень крупной или более полной. Это еще по-другому называют иллюзия контраста размеров. То есть, когда у нас что-то крупное, на фоне чего-то мелкого, оно будет смотреться еще крупнее. Так что аккуратнее. Живой пример. Маленькая, посмотрите, ноготочек, брошечка на карпулентной даме. И вот я уже кажусь крупнее, а брошечка остается такой же. Но посмотрите, когда у меня есть со-масштабность, что будет. Как будет гармонично смотреться аксессуар. Кстати говоря, мы в прошлом ролике уже затронули эту тему, но в этом я тоже ее хочу затронуть. И обязательно снимем продолжение, где ее прям раскроем полностью, как сочетать между собой украшения. Посмотрите, как круто. Да, у нас здесь цапля с добавлением красного и черного. И здесь серьги, напоминающие форму пера. Да, как будто бы прямо от этой цапли. Целый комплект. Да, и это уже интересный сет. Если вам много и крупно, конечно, вы можете замиксовать несколько иначе, но или носить такую цаплю на пальто. И это будет готовый, собранный образ. Дорогие мои, помните, пожалуйста, что просто красиво подобранная стильная одежда смотрится незаконченной, без аксессуаров. Так же, как дом без декора, да, просто мебель и наш характер, наше предпочтение в элементах декора. Так же и аксессуары делают образ законченным, гармоничным и вызывающим симпатию, аттрактивность, интересы. Давайте поговорим о круглой форме лица. Мы смотрим на черты лица, да, и на овал лица. Вот овал лица у тебя и у меня овальный, да, поэтому с ним не так сложно работать, скажем так. А тип черт лица смешанный. Что это значит? Черты лица бывают округлые и острые. Округлые бывают щека, щечка, носичек, ротичек, все такое вот глазенькие, все такое кругленькое. Бровки, да, да. А бывают острые, когда острая бровь, острый нос. Лиси такие глаза или кошачьи. Острые уголки рта. Если все остренькое, подбородок там и черты лица полностью, то тогда этому типу никогда не пойдут романтические какие-то нюансы. Такие вот, как мы их понимаем, цветочки, лепесточки. Будет смотреться очень резко и грубо. Этому типу внешности хорошо будут подходить геометрические формы. От треугольников. Треугольники всегда агрессивно. В хорошем смысле не плохо, да, а агрессивно. Агрессия это же еще и сила. Это еще и сексуальность. Да, это здорово. В работе и в личной жизни пригодится. Везде практически. Сейчас мы покажем. Итак, форма треугольник. Как я сказала, она неустойчива, да, потому что она опирается на тонкую часть. Она всегда динамична, сексуальна и агрессивна. Всегда привлекает внимание к острым чертам лица. Заостряет их. Этим приемом можно пользоваться, но девушка с круглым овалом лица будет смотреться негармонично с такими агрессивно-острыми чертами. Да, особенно если они достаточно узкие, как здесь. И представьте себе, округлые плавные линии, да, щечки, например. Все это будет казаться больше, округлее и объемнее. Ну, эффект, скажу прямо, так себе. Ненужный, да. Ненужный. Да, мы добьемся ненужного эффекта. Девушке с округлыми чертами лица можно взять плавно текущую, плавно струящуюся сережку, да. То есть она может быть и длинной. Это могут быть кисти цепочек, да. Там не будет вот этой классической статики, там не будет, там будет романтичность, там будет вот этот вот женственный клер. А женственный клер, геометрия это мужская, скажем так, или сексуальная часть, да, устойчивая. Вот посмотрите на бизнес-сережку. Невероятно хороша с деловым костюмом и с офисным стилем. Это и элемент женственности, и элемент бизнес-статуса. А вот сережка, которая для офиса недопустима, хороша для девушек романтического стиля и внешнего прочтения черт лица. Она звенящая, романтична, движущаяся, имеет в своем коде листики, все, что очень женственно. Для каких черт лица такая сережка подойдет? И для какой формы лица ее тоже можно использовать? Знаешь, там где нет, конечно, тут есть остренькие листики, например, более округлым чертам лица девушка может взять листик более округлый, но при этом с этими круглыми листиками носить вот такую подвижную сережку романтическую, ей тоже будет хорошо. То есть мы смотрим на форму и соотносим с красивыми чертами в своем лице, и так ее выбираем. Мы выбираем форму, которая привлечет внимание, а глаз ищет ровно повторений. Есть вот такой глазик, выберем вот такой листочек. Округлые черты лица, кругленькие, выберем кругленькие листочки. И мы тогда повторим то красивое, что есть в лице, и это будет видно, это видится сразу. Вот посмотрите, мы подносим сережку с острыми листиками, и сразу мы читаем глаз, разрез глаза. Также, как мы будем читать, работать с цветом. Мы будем выбирать комплементарные нам цвета, и если мы ими будем пользоваться, то мы будем работать и подчеркивать цвет глаз, красоту цвета, который нас украсит, контрастность. Тоже подскажи, что такое комплементарные цвета, я думаю, что немногие об этом знают. Те цвета, когда мы надеваем, которые нам делают комплименты, шутка, но которые нам идут настолько, что мы, конечно, усиливаем, меняем, подчеркиваем красоту нашего лица и портретной зоны. Я скажу вам маленькую тайну, серьги всегда про секс и сексуальность. Да, потому что это не обереговые зоны, миллионами лет, наверное, уже сколько, тысячами лет. Давно. Давно носим все сакральные знаки на груди, не просто так, во всех конфетиях, религиях и так далее. Ровно потому, что эти зоны, эти чакры даже, они, это зоны риска, да, это где у нас расположено сердце, артерии. А уши, это тот момент, который просто называется B2C, привлекает внимание к самому нашему магическому, к душе глазам, к губам, сексапилу, к овалу лица, мягкости или жесткости. И мы можем сделать это еще более красиво, как мы вам показали, и как это может просто заворожить. Вы просто будете смотреть, подвигать. Вот вы просто заворожите своего партнера, собеседника и визавей. С квадратной, прямоугольной и овальной формы лица мы разобрались. А если лицо круглое, там многие девушки переживают за то, что оно круглое, им хочется его скорректировать. Вот как визуально это можно сделать? Ну, есть разные приемы, но на мой взгляд, самый удобный это носить округлые серьги, там где есть плюс капелька, немного вытянутая часть. Здесь Вика говорит, и тогда не будет контрастировать с овалом лица, вытянет его такая форма и заузит. Во многих источниках пишут, что круглому лицу круглые серьги, но если просто добавить круглые серьги, просто кружочки, что произойдет? Произойдет круг с кругом. То, что мы хотим подчеркнуть, мы повторяем из своего лица, а то, что мы хотим скорректировать, мы достраиваем. И, соответственно, у нас здесь тоже идет округлость. Мы ее немножечко вытягиваем, заужаем. То есть, круглая форма не противопоказана, но она ничего не скорректирует. А именно, если хочется чуть-чуть заузить личика, применяем это в аксессуарах. Да, применяем в аксессуарах. В удлинении. То есть, да, удлиняем капелькой или цепочкой или чем-то, что под округлой формой заузит. То есть, наша сережка будет состоять как бы из частей. Она сидит на мочке и заужается. Может быть, жемчужинка, капелька, остренькая перевернутая капелька. То, что нам добавит вот этой легкости. Помимо формы лица и помимо наполнения черт лица, да, заостренные, округлые и комбинированные, есть еще определенная эмоция, я назову это так, да, которую несет наше лицо. Вот, например, я со своими комбинированными чертами. Могу ли я надеть вот такие комбинированные серьги или это не мой формат? И почему? Давай посмотрим. Приложи, пожалуйста, эту сережку, чтобы мы видели самоштабность. Ну, если бы ты играла в театре какой-нибудь Lady Magby или что-то в этом роде, мы бы, допустим, или что-то египетское я бы могла оберкнуть в этом образе. И мы сразу видим, как относительно сережки твои черты лица кажутся мелкими. Она слишком большая, слишком массивная и слишком однородно массивная, не про тебя. Вот давайте посмотрим, как та же сережка, мы прям в одном кадре, ты оставляй эту себе. И посмотрите, как меняется масштаб и лица, и черт лица, и как мы читаем. Вот так мы визуально уменьшили у Оли черты лица. На мне это будет все масштабно, но ляжет мне в зону подбородка. Не испортит, но, возможно, и не добавит столько красоты, сколько бы я хотела. И еще посмотрите, пожалуйста, на нашу контрастность с Олей. Оля хорошо держит контраст по цвету, черно-белый, черные темные волосы, яркие глаза. И контрастный тип внешности, это когда можно прям яркие, очень насыщенные или диаметрально противоположные цвета. Это будет красиво, вот как черный и розовый, как черный и белый. И посмотрите на мне, сейчас у меня цвет волос блонд, поэтому на мне такая жесткая контрастность, несмотря на то, что я контрастна, будет усилена. Мои волосы относительно белого будут казаться более желтыми и более серыми относительно черными. Поэтому сейчас и тем дамам, которые имеют цвет волос блонд, я бы посоветовала подбирать менее жесткую контрастность. Я благодарю Вику за такой подробный интересный рассказ. Ну, а если вы хотите подробнее узнать о своих чертах лица, о том, что вам идет и в украшениях, и не только, приходите к нам в Европейскую Академию Имиджа. С удовольствием поделимся все мы с вами разными секретами о вас. А также приходите в шоурум к Виктории, она поможет разобраться с украшениями. Все контакты у нас будут внизу в описании к этому ролику. Надеюсь, что не забыли поставить лайк, написать нам комментарий, мы же для вас стараемся, и очень хочется получать обратную связь. С вами была Ольга Епифанова, Виктория Гузеева, по-другому Вика Голберг, и канал Стильно. Поехали. Поехали. Не поехали. До новых встреч.